Рвет душу, рвешь грани, теплый осенний вечер раскрывает детали тебя, нас, смыслов, нервное окончание, завис лицо каменное, ощущение пламенное, целуй, обнимай, плавимся, ты излучаешь свет, справимся, или холодное зимнее утро встречать одной, поцелуй, обними, останься сегодня со мной в глубинах глаз и мысли теплой, наивной девочкой, пока не приелись твоей ладони, приходи почаще веточкой, серебристой, царапая лицо и сердце, я знаю, что каждым зимним утром мы будем друг другом греться. Мысли о тебе стали занимать слишком много места на моем диске, глупо будет просить уйти или остановиться, глупо будет стирать все из самой глубокой корзины, просто нужно применять тот факт, что мы, видимо, совместимы, что, видимо, это затянется дольше, чем на недельку, ты пришла и стала бестселлером из комедии, неоспорим факт взлома моего сердца, у тебя получится избежать последствий. Рассказываю тебе больше в стихах и музыке, чем в живую, когда ты лежишь напротив. Музык, ты так прекрасный, вроде бы я уже проиграл игру и подсел на твои наркотики, но, умываясь холодной водой, говорю, стой, строю бетонные стены между нами, прохожусь катком по тебе своими стихами, Мажу, похоже, насажу краской свое лицо, ухожу, отстраняюсь и бью себе в грудь свинцом. Ты говорила, тебя пугает быть уязвимой и надо смотреть кино, убирая руки с лица. Я не могу перестать быть с тобой такой милой, но и не дам тебе больше, чем тихого сна, чем спокойного ощущения дома и спонтанности творческой. Все, что ты можешь узнать, я не смогу остаться в памяти большим, чем теплым поэтом. Так для чего я так глубоко храню в своем сердце тебя? Она говорит, я демон, не водись со мной, жалкий трус, ты будешь съеден, ты будешь пуст, когда от тебя отвернусь и выплюну в лужу. И пусть я знаю в твоем утро и твой ароматный шелк, ведусь, как школьница, и целую в прихожей под утро аромат твоих щек. Выдыхаю, порывисто, медленно, демонический запах. Каково мне, если чихаю от ангельской пыли? Я люблю чертов, я их ем на завтрак, и хвосты у меня под кроватью сгнили. Я сама не лучше, и только на первых взгляд распускаю крылья, а на деле каждую ночь я пускаю кровь. Сердец, что они несут, и раньше носили к моим ногам и прятали в уголке. Я тебя не боюсь, не боюсь ни плите, ни насилия. Я боюсь себя, и однажды вернуться к тебе под другим именем. Покажи мне с вами, покажу. Через щелку наметь ориентир цель, обозначь, начиная игру, размазываю себя по комнате. Для тебя становлюсь материей, но заканчиваюсь на рассвете за ее пределами. Насколько я глубоко в тебе, или сколько во мне сейчас тебя называй, как хочешь. И в темноте наматывай волосы, на тетрадный лист прочерком обозначь сказуемой одной полосой горизонтов. Оставляй белье, пижаму, носки в моей тишине, на моей белой простыне. Определяю тебя, как инструмент для стеклов, а в перспективе для горьких слез. Мы разные, ты это знаешь. А я ловлю передоз твоим углекислым в своей кровати. Хватит стирать мои грани, ведь они давно уже сломаны. В углу валяются лишние детали от внутренних органов. На подушке размазаны слезы, как подснежники после безэмоциональной зимы. Я мятежник, сбежавший из бытовой тюрьмы. Все еще хочешь смотреть мой мир? Мои руки давно не трогают глаз, не закрывают взгляды и эмоции в твою сторону. Присаживайся, наслаждайся концом моего стиха. Ты узнаешь в нем много нового. Ты не нужна мне, так же, как больному пенициллин. Ты отвратительна, словно утренняя молитва. Пастырь поставил на стоп унылый плейлист, и я слушаю голос твоих голосовых, как мантру. Как пинту яда, засаженного сквозь уши, залепленные пластырем. Я готова принять тебя, если будешь шептать ушлости, если склеишь меня топлую, если будешь трогать ладони мои в копоте. Я готова принять тебя, хоть и не принимаю тебя в общем-то. Сколько их? Искалеченных, изувеченных твоими праздными в восемь утра от скуки. Вымой руки, если пишешь мне из ее кровати, как пишешь ей из моей. Я устала. Неимоверно. Невероятно. Тяжело быть с тобой каждый день, каждые чертовы сутки. Вьюсь вокруг, но сколько еще вьются, трогаю, целую миллиметры тела, но сколько еще целуют. Кажется, я дойду до ручки быстрее, чем услышу хруст своих кассет, любовной муки. Ты не нужна мне. Так же, как безрукому нужны руки, ты отвратительна, словно алый красивый закат. Я хочу знать свой дом. Хочу ощущать себя любимой и нужной. Но, кажется, эта история не про тебя. Предвкушение грязи на зубах, опрокинута чайная кружка, я лежу мордой в пол. Снег обнимает за горло подушка, ощущение чистая боль, неискушенная и первичная. Если это назвать любовью, то проиграю в числах, прижимаешь меня сапогом. Соль дорожная разъедает уши и щеки со стороны обратной, но я реву. Кругом только снег, соки выжатые, изрядно потрепано сердце. Ухмыляешься, куришь сигу, тушишь растянку в мусорке. Даже в этот момент я пишу стихи о твоих аспектах ужаса. Но лежу и реву, в рот затекают слезы. Девочка, милая, как же ты восхитительна! Я любила каждого, подлеца вокруг, велась верности каждому идиоту. Раскопчи меня, пережуй, выпринь останки моей в святую воду. Отмоли меня у святого духа, а потом пережив вторично. Я любить не умею, умею зависеть, умею болеть отлично. Размашь меня по краюхе черного. Сделай фарш из моих откровенных чувств. Я поплачу, попишу в уголке стишочки. А потом я снова к тебе вернусь. Принимай меня, милая, под сапог. Я сама подставляю шею. Режь меня, мучай, вот тебе лезвие. Я так одинока, что готова к любому твоему решению. Буду рада каждому прегрешению, каждому новому шраму. Это все ради творчества истеков, ради папы и ради мамы. Ложка у нас тут залетает, вроде как в вертолете. В бочке дегтя едва ли на шкрябать, мизинец метка. Я всегда буду рядом, израненной беглой кошкой. Только не вынимай мою душу из-под сапога. Ты так не хотела, чтобы наша кровать становилась порочной, что я уехала и из дому заколотила дверь и разорвала твои шмотки в кочья. Ты говорила, я лгу и не прощала мои противоречия и капризы. А я любила тебя сапой чистой любовью. Репризу ставила в каждой ночной переписке. Я дала тебе все. Шептала на уши сонные милости, лишь бы день не казался трудным. Ну а ты тащила мои стихи в чужие кровати. Оставляла отпечаток запаха моей спальни на других женщинах. Я знаю, зачем ты врала мне в каждой дате и каждой мелочи. Но я никогда не приму тот факт, что была дура из первого месседжа. Забирай свои чертовы кроссовки из дома, в котором выветрился твой запах. Ведь я не живу там больше. Теперь я счастлива не с тобой, и от этого даже проще, правда? Теперь мое сердце хранит самый жадный и преданный странник. Не несет другим, не кормит завтраками и не колит мои страдания. Я по-честному не жалею. Ни о чем, кроме горьких слез, что сложила к твоим коленям, думая, что всерьез ты плачешь, но взрыв в ответ. И каждое твое слово, внимая как истину, я жалею, что верила в твою искренность. Целовала твои мысли и врала про тебя друзьям. Я оправилась. Я очистилась. И со мной теперь так нельзя. Спасибо большое.